ну что всем привет всем здравствуйте вот я уже и в аэропорту успешно прошла паспортный контроль показала пцр хэскот все отлично кстати очень много кто пришел с поддельными тестами и их не сажают на самолет не знаю что с ними даже будет при мне было очень много с поддельными тестами представляете так что никогда друзья так не рискуйте вот я сейчас уже в duty free пришла ну и у нас уже посадочка так что полетели так а вот а вот 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 на самом деле здесь на домашнем терминале ничего интересного duty free практически нет вот поэтому честно говоря скучновато сегодня все рейсы какие-то идут задержкой 31 января из минска на час держали весь стамбул что дорогие расскажу как я долетела из минска в стамбул полет был практически 3 часа плюс задержка где-то 1 час в общем я ярая противница масок я не ношу маски и я очень рада что я живу на данный момент в беларуси и у нас такой замечательный президент который позволил нам в коронавирус абсолютно жить свободной жизнью поэтому конечно для меня любые ограничения это шок у нас в аэропорту не нужно носить маски запомните это в беларуси в аэропорту вам не нужно носить никакие маски не на паспортном контроле вообще абсолютно нигде у нас просто полный freedom в турции конечно по-другому в турции везде тебя просят надеть маску но я этого не делаю конечно же у меня есть в кармане обычная черная маска одноразовая но я ее практически не ношу если ко мне кто-то подходит здесь в турции в аэропорту работники периодически могут подходить и просить чтобы вы одевали маску я просто ее типа прикладываю и иду дальше маску я не ношу в полете конечно немножко было неприятно потому что в полете конечно turkish airlines нужно носить маски это не белавиа которые не контролят сожалению туркише нужно носить маски и сидела женщина впереди меня которая очень хотела чтоб я носила маску как только я зашла в самолет села на свое место она сразу же начала говорить поворачиваться чтобы я срочно надела маску я сказала что у меня астма и я маску одевать не буду принципиально если ко мне подойдет персонал тогда я маску одену но маску я носить не буду когда ко мне подошел персонал я попросил чтобы не пересадили подальше от этой женщины и то что мне не комфортно носить маску маску я носить не путаю начали просто задохнуть у них будут проблемы поэтому маску я в полете практически не одевала давайте будем просто объективными какой смысл ношения масок если заразиться можно через глаза какой смысл вообще ношение везде масок какой смысл этого всего если вы Вы сделали ПЦР за сутки до вылета, и вы чистая, грубо говоря, да? То есть какой смысл вообще в этих всех масках, если вы только на взлёте одеваете маску, а потом снимаете, весь полёт кушаете, пьёте алкоголь, чай, кофе, первое, второе, третье десерт и сидите без маски? Какой смысл в том, чтобы одевать маску в начале и в конце полёта? Никакого. Поэтому я этим законам не подчиняюсь, и носить маски я не собираюсь ни в аэропорту, ни в Турции, ни в отеле, вообще нигде. Вот, факов. Никаких масок, я вообще против прививок от коронавируса, я против масок, я сама переболела короной, и я прекрасно знаю, как передаётся корона. И поверьте, маска вас никогда в жизни не спасёт. Ладно, не будем о грустном. Прекрасная погода в Стамбуле, очень жарко. Я всё думала, какую мне одежду одевать, брать ли с собой зимний пуховик, но я решила поехать в кожаные куртки. И, ребята, действительно очень жарко, несмотря на 11 градусов. Обычно в Турции в это время 19 градусов, но из-за холодной зимы сейчас 9. Через неделю будет уже 16, поэтому всё окей, но реально очень жарко. Я прям даже сама не ожидала, что будет такая жара везде. Я немножко разделась, потому что реально очень-очень сильно жарко. Хочу сказать, что я очень сильно не люблю этот аэропорт новый, из Стамбула в Алимане. Я его не люблю, я очень любила Татюрк. Это самый прекрасный аэропорт, мой самый любимейший был в мире. И мне очень жаль, что сейчас это всё поменяли, настолько стало некомфортно. Реально вот этот новый аэропорт, он некомфортный. Здесь плохие duty-free, здесь очень долго, здесь 40 минут идти до domestic terminal. Это очень-очень далеко, 40 минут это много. А если у людей какие-то проблемы с ногами и так далее, это очень проблемно, поэтому, честно говоря, мне не очень нравится этот аэропорт, он для меня какой-то некомфортный. Хотя места везде очень много, и как вы видите, все залы domestic terminal, домашнего terminal, они практически свободные. То есть, в принципе, ездите спокойно посидеть. Но duty-free, конечно, ни о чём абсолютно в этом аэропорте, что на обратке, что сюда абсолютно неинтересный duty-free. Нет Victoria's Secret. В общем, ничего интересного просто нет. Вот, поэтому я всегда очень расстраиваюсь, потому что duty-free мне здесь абсолютно не нравится. Кстати, в Беларуси очень классно сделали duty-free, большой выбор, поэтому имейте в виду, что в Беларуси сейчас, если вы вылетаете из Минска, очень большой, классный duty-free. Имейте это в виду. Вот так вот тут всё выглядит. Мечеть рядышком прямо у аэропорта. Куча-куча всяких самолётиков. Это наш выход. Мы сейчас ждём. Самолёта до сих пор нет. И вот видите, то есть, в принципе, огромное количество свободных мест. Везде можно посидеть. Везде есть также зарядки. Вот здесь вот для телефонов. И есть бесплатный Wi-Fi. Но я уже несколько раз к нему подключиться абсолютно не могу. У меня не получается. Мне просто смс не приходит. Но у меня такая проблема часто и в Беларуси есть, поэтому я не знаю, почему я такая проблема. Вообще, конечно, красиво, всё очень цивильно. Но проблема, проблема с duty-free. Нет хороших брендов, нет хороших цен. Duty-free, конечно, сейчас никакой. Мы ждём вылет. Спокойненько. Ожидаем. Субтитры подогнал «Симон»